Трудовой день с 11 до 4. Своё рабочее место и приветливые коллеги. Раньше Антон Шейкин о таком и не мечтал. До того, как устроился в Самарскую гуманитарную академию, иногда подрабатывал, где придётся. Сейчас, говорит, работу в коллективе не променяет ни на что. Обстановка чудесная. Мне нравится здесь работать. Коллеги замечательные. Всегда подзываются на любую просьбу общения. Такой свободной. Нету барьеров. В отделе довузовской подготовки Антон трудится с декабря прошлого года. В Самарской гуманитарной академии, кроме него, ещё четверо трудоустроенных по программе Министерства труда. Для особых сотрудников созданы все условия. Пандусы, автоматические двери, санитарные комнаты. Начальство на новых работников не нарадуется. Было такое опасение, что а как они будут работать, а не слишком ли это для нас будет неудобно, не слишком ли много каких-то вопросов трудно решаемых. Но вы знаете, оказалось, что буквально через 1-2 месяца работы с этими людьми, мы поняли, что действительно это очень мотивированные люди и очень квалифицированные. Согласно постановлению Минтруда, с 1 июня организации численностью более 35 человек обязаны принимать на работу инвалидов и сохранять для них 2% рабочих мест. По программе с начала месяца уже трудоустроены около 300 человек. Чтобы самые незащищённые участники рынка труда стали желанными работниками на предприятиях, необходимые условия создают и для работодателей. До конца 2015 года ежемесячно зарплата в размере 11 тысяч рублей возмещается из областного федерального бюджета. Это большая поддержка для предприятий и организаций. Вторая программа, которая у нас уже действует в пятый год, в рамках указа президента Российской Федерации от 2012 года, у нас ежегодно идёт создание рабочих мест для инвалидов. И эта программа вот уже за эти 5 лет показала свою эффективность. У нас создано более полутора тысяч рабочих мест. Сегодня в Самарской области проживают порядка 70 тысяч инвалидов, но трудоустроены только треть. По данным Минтруда, работать хотят вдвое больше. В регионе уверены, новая программа поможет людям с ограниченными возможностями почувствовать себя полезными и нужными, а работодателям обзавестись ответственными заинтересованными сотрудниками. Алина Чемерс, Дмитрий Мешканцов, События.